Чытаю сабей и сябру. Пилотный проект с такой назвой запустила другая Могилевская детячая библиотека. Ладится он за делом волонтеру, яке створают аудиокниги для детей и дорослых. Проект распрацыванный для людей с порушением зроку. У ягу межах проводится и читание у голос. Как здоровье, тёщеньки? Разрешите узнать? Мр, неопределенно ответил Ипполит Матвеевич, и пожав прямыми плечами, проследовал дальше. Богдан Манкевич для своих слухачоу обрал 12 стульев Ильфа и Петрова. Вы решили не просто посчитать, узнать настрой и сабей, и их. Тем больше, что Алена Чагирова и Раиса Линич до литературы могут долучиться только про книги со шрифтом Брайля. У них тотальная страта зроку. Почему ты решил принять участие в этой акции? Ну вот у меня со здоровьем всё хорошо, я прекрасно вижу, могу читать книжки, фильмы могу смотреть. Вижу, что происходит вокруг. А вот люди, которым я сейчас читал книжку, они этого не видят. И я пришёл почитать им, чтобы они это услышали. Для людей с прошением зроху, гэты проект не только махчым, и спасло, и с литературный твор. Яшчэ, ачуць увагу да сабе. Навыць сбоку зусім незнаёмых людей. Когда вот он читал, да кел вспомнила, как я отвечала урок и волновалась. Долучиться до проекта можа кожны, жадаючы. Пройсти у библиотеку и прочитать сабей и сябру можно до 31-го Снежни. Ирина Вардзеловская, Александр Тарасов, Новини, Регион.